Технология FDDI Все, что мы сейчас смотрели, у нас скорость передачи была порядка 10 мегабит в секунду. Передавалось, естественно, по меди. Но необходима была технология локальных сетей для передачи больших объемов данных. И тогда возникла необходимость технологии с более высокой скоростью, 100 мегабит, скажем. Естественно, передача 100 мегабит шла по оптике. По меди тогда даже не думали такие вещи передавать. Знали бы они, что сейчас по меди и гигабиты передают. И никто не удивляется. FDDI был комитетский стандарт. После разработки он был передан ВСО. Был разработан международный стандарт FDDI. Главная фишка FDDI это отказоустойчивость. Для отказоустойчивости у нас использовалось не одно кольцо, а два кольца. Основное и запасное кольцо, на которое можно было переключаться в случае проблем с основным кольцом. Ну и также эта технология на базе маркерного кольца. То есть наследует и идеологию работы маркерного кольца и преимущества данной технологии. Точно так же у нас узел отправитель, который ожидает получения маркера. По захвату маркера он начинает передавать кадры. У него определено время удержания маркера. То есть максимальное время, за которое он должен передать свою информацию. Так же как и в токен ринге у нас сам маркер используется в виде флага начала кадров. В этой пакете просто заменяется один бит. Ну и так же он двигается логически от станции к станции, пока не попадет на нужный узел. Получение и отправка кадров все совпадает с общей идеологией передачи с помощью. Так же как и в токен ринге у нас подтверждается получение данных. То есть узел назначения, получив кадр, считывает его. Отправляет в вышележащий протокол, предварительно, естественно, посчитав целостность его, контрольную сумму просчитав. Помечаются признаки то, что кадр скопирован, что в нем нет ошибок, что адреса все правильные. Кадр возвращается в сеть, доходит до отправителя. И отправитель понимает, что кадр доставлен, удаляет этот кадр из сети и дальше передает маркер доступа к следующей логической станции. То есть уже на канальном уровне у нас данная технология, технология с подтверждением. Кроме того, у нас есть система приоритетов, у нас есть в FDDI система планирования нагрузки. Система планирования нагрузки заключается в том, что каждая станция сравнивает время оборота маркера по кольцу с некоторым контрольным временем. И если оказывается, что сеть слабо загружена, то станция может перейти в асинхронный режим передачи, то есть не учитывая маркер. Если у нас сеть сильно загружена, то станция передает только в синхронном режиме передачи. И передача осуществляется только в тот промежуток времени, который выдан каждой станции. То есть FDI еще пытался гибко планировать пропускную способность сети. Логически у нас, опять же, это кольцо, как во всех маркерных сетях. Физически у нас должно быть двойное кольцо. Двойное кольцо делалось, можно быть, с деревьями и без деревьев. Или просто строилось как топология дерева. Физически, логически у нас кольца строится так, что трафик по основному кольцу и трафик по кольцу дублирующему движется в разных направлениях. Кроме того, на данной схеме вы видите, что мы кроме стандартного подключения с двойным подключением, то есть двойным кольцом, мы могли использовать более дешевое подключение, одинарное подключение. И вот это вот одинарное можно строить было в виде дерева. Данное одинарное подключение, ну, это решал, естественно, администратор, как можно более дешево построить сеть и для тех применений, где отказоустойчивость не требовалось. Соответственно, у нас два типа станций двойного подключения и одинарного подключения. Подключаются они через концентратор или коммутатор. Концентраторы, опять же, бывают двойного и одинарного подключения. Служат для подключения станций к сети. Ну и кроме того, для того, чтобы оставить топологию целостной, у нас были так называемые обходные коммутаторы, байпас свитч. Он ставится между станцией и кольцом. Для чего? Представляете, если у нас станция выходит из строя, то у нас размыкается двойное кольцо. Мы тогда теряем всю отказоустойчивость. Поэтому данный свитч переключал на себя вот это двойное кольцо, как бы замыкал. Очень хорошие характеристики для этого времени были. Скорость передачи достаточно высокая. Очень большие расстояния. Расстояние между седними узлами могло быть два километра. Одномодовые тогда редко использовались. Не из-за дороговизны кабеля, как я говорил, а из-за дороговизны лазеров одномодовых. Значит, кабель многомодовый, одномодовый. Разъемы для подключения к кабелю. Кодирование тройное, мы смотрели, и физическое кодирование 4B, 5B сигнала. Основная область применения, это были отказоустойчивые высокоскоростные системы. Если у нас происходит сбой на внешнем кольце, мы переключаемся на внутреннее. То есть, перерубили кабель где-то, система все равно остается работоспособностью. В нормальном режиме внутреннее кольцо, как дополнительное, естественно, не работало. Именно поэтому возникла необходимость строить станции одинарного подключения, когда для удешевления мы оставляем только подключение к одному кольцу. Естественно, разные протоколы по обеспечению отказоустойчивости строились. Поскольку у нас маркер нет коллизий, сеть детерминированная, можно применять для подключения производственных сетей и систем реального времени. Также у нас, как и в токенринке и токенбасе, два основных типов блоков данных. Это маркер и, собственно, блок данных FDDI. Ну и, как видите, у нас фактически маркер является началом блока данных FDDI. Но, собственно, для этого он и используется. Адреса у нас стандартные. Адреса 66 байт, то есть 48 бит, как и в остальных вариантах. Адреса 66 байт, но, правда, теоретически, поскольку каждый новый стандарт строился так, чтобы совместимость со всем старым оборудованием и одно из применений рассматривалось как применение на производстве, теоретически можно было использовать 2-байтные адреса. Практически обычно не использовались 2-байтные адреса. Контрольная сумма и поле данных тоже очень большое. То есть, по своему развитию этот протокол уже на уровне токенринга, но имеет некие опции для построения систем, совместимые с идеологией токенбаса. Главное – это надежность, отказоустойчивость данных сетей, высокая скорость передачи информации. Управляемость сетей, то есть при построении этой сети она уже сама по своей архитектуре поддерживала мониторинг и управление. Управление осуществлялось, естественно, по SNMP. Очень дорогая была сеть, но дорогая, нужно понимать, из-за лазеров. Вся оптика тогда была дорогая, многомодовая именно попытка удешевить такую оптику. именно из-за трансиверов сеть была очень дорогая. Но фактически только в нулевые годы у нас утешевились лазеры так, что оптические сети стали доступны всем. Управление осуществляется. Управление осуществляется.